Лунный Монах представляет Насчет спойлеров я вас дважды предупредил Если вы смотрите это видео, значит вы пришли за офигенным зрелищем Поэтому добро пожаловать Выражаю огромную благодарность Вишко за подробную сводку информации Начнем с того, что нам открыли описание способностей Титана Аргуса Бой с этим боссом по описанию будет очень сильно напоминать бой с Королем Лечом и Смертокрылом Все действия будут происходить в 4 фазы Первая фаза – Буря и Небо В течение всего боя Аргус будет пускать на нас свой смертоносный туман А из Титанов нам будет помогать Галганет, создавая Дары Неба и Моря Подбирая Дар Неба, вы будете увеличивать свой крит и искусность А подбирая Дар Моря, вы будете увеличивать скорость и универсальность В этом заключается вся первая фаза Вторая фаза – к нам на помощь приходит Агромар Очень странно, так как перед боем с Аргусом он будет злодеем, пытающимся убить всех нас Агромар пожертвует частицу своей души одному из игроков, которая будет увеличивать здоровье и силу на 200%, а также его скорость передвижения По всей видимости, это будет танк, который станет Аватарой Агромара Помимо этого, весь входящий урон по игрокам, находящимся рядом с Аватарой Агромара, будет переправляться на Аватару Впоследствии, игрок с эффектом Аватара Агромара сможет принять облик Титана и выплеснуть свой гнев Игроку будут доступны способности самого Агромара Третья фаза – Мастера Чародейства Нам будут противостоять Констеллеры-Кураторы, какие-то космические сущности на вроде Алгалона Также в этом бою нам будет помогать Нарганон и Амантул Четвертая фаза – Дар Жизни, Источник Краха Самый интересный, по моему мнению, это боя, так что слушайте внимательно, потому что лично у меня отвисла челюсть Начинается эта фаза с мгновенного убийства всех игроков Возможно, нас еще не убьют, но к этому все идет Без вмешательства Титанов война будет проиграна Пока Титаны будут отстаивать наши души, мы будем существовать в Мире Духов И собирать Голодные Души для Титанической Закалки Казгарота Чтобы впоследствии использовать способность Кованой Титанами В это же время нам будет помогать Эонар Она создаст Дар Жизни, Животворящее Древо, которое способно воскресить игроков В то время как существует Дар Жизни, игроки могут умирать, сражаясь с Аргусом и воскрешаться вновь Но как только игроки будут воскрешаться, корни Древа будут увядать Помощь Казгарота будет заключаться в том, что он перекует игроков по своему подобию Повысив наносимые уроны исцеления, а также скорость передвижения Не знаю как вы, но мне трудно поверить в то, что Близзы сделали такую эпичную тактику Просто 10 из 10 по описанию Уверен, в реале будет еще круче По всей видимости, основная часть боя будет происходить на тронной площадке Пантеона Да и бой предстоит сверхэпичный и сверхтяжелый Так как нас будут наделять силой сами Титаны Пантеона Эонар даже не даст нам так просто взять и умереть благодаря Древу Жизни Я думаю, что уже никто не скажет, что 25 ноунеймов так просто взяли и слили главного злодея Титана Так как за нами, за игроками стоит такая поддержка Не забывайте еще про наши мега крутые артефактные оружия, которые мы усиливали в весь аддон Тем не менее, мы перейдем к самому эпичному моменту Окончанию всей битвы В селитусе на теле Азерота появится новая зона под названием Рана Огромный разлом на всю локацию Зияющая черная дыра Скорее всего, Рана появится после убийства Аргуса Или выполнения задания Кровь Титана Это место фазируется, так что у игроков будет доступ к оригинальной версии локации И завершить это видео хотелось бы словами Кадгара Легион побежден Его хозяин пленен Но в последнем деянии зла Саргерас вероятно обрек всех нас Наш мир ранен, чемпион Его жизненная сущность просачивается в пески, как и предвидел Магни Даже небольшая капля крови Аргуса обладает невероятной силой, мощью Титана И если кровь Азерота также окажется источником подобной силы То те, кто ищут возможность управлять этим миром, не остановятся ни перед чем, чтобы ей завладеть Да, дни грядущего могут быть темны Но сейчас отправляйся в Силитус и взгляни на рану мира собственными глазами Мы найдем способ спасти Азерот Я уверен По великой случайности, в кавычках, прямо в Силитусе на месте заключения древнего бога Ктун открылся разлом Да здравствует войд лорды, эфериалы и прочая нечисть, которая будет жаждать той силы, что источает Азерот Они обязательно придут все к нам Но это уже совсем другая история Друг мой, если тебе понравилось это видео, подпишись на мой канал, награди его лайком и поставь колокольчик Чтобы впредь не пропускать новые выпуски А с вами был Лунный Монах Да светит ваш путь, Элуна Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!